Здравствуйте! В эфире видеожурнал «Имею право» и с вами снова я, Гордеева Надежда Фёдоровна. В данном ролике мы поговорим о таком интересном моменте, как прекращение исполнительного производства. Достаточно много поступает заявлений о том, что делать, если исполнительное производство прекращено, списан ли долг, не списан, как это сделать. Итак, действительно, в соответствии с законом об исполнительном производстве, есть такая 46-я статья, где судебные приставы, приходя к должнику домой, составляют акт, что невозможно взыскание той или иной суммы по его материальному состоянию. Например, нечего описывать из имущества, человек не работает, и создаётся такой акт, где согласно этого акта выносится постановление о прекращении исполнительного производства о взыскании. На основании такого постановления исполнительный лист передаётся взыскателю, и взыскатель сам вправе делать что, либо забыть об этом, либо через какое-то время снова обратиться к судебным приставам. Вот прекращение по этой статье по 46-й взыскания в связи с невозможностью взыскания, оно такое, будем говорить, долгоиграющее. Дело в том, когда получил взыскатель этот исполнительный лист от судебного пристава на руки, у этого взыскателя есть право в течение трёх лет снова предоставить этот исполнительный лист судебному приставу и повторить эту процедуру. Может быть, у должника изменились условия, может быть, он устроился на работу, возможно, он ещё что-то там приобрёл, а у нас некоторые взыскатели ещё очень тщательно следят за своими должниками и видят, купил машину, снова обращаются к судебному приставу для того, чтобы эту машину обратиться на взыскание. К примеру, то есть это возможно до бесконечности, пока долг не будет погашен. Но в том случае, если судебный пристав передал взыскателю исполнительный лист на руки и с момента передачи или получения взыскателем этого исполнительного листа взыскатель в течение срока исковой давности, а это три года, больше не обратился к судебным приставам на повторное взыскание, то здесь срок исковой давности истёк и никаких других действий больше судебный пристав предпринимать не будет. То есть, как говорится, ваш долг в список. Вот этот момент очень интересен для тех, у кого есть долги по кредитным договорам. Вот по кредитным договорам, как правило, я подчеркиваю, да как правило, когда судебные приставы приходят, делают опись имущества и выносятся постановления о невозможности взыскания, и на этом основании прекращается производство взыскания, это постановление направляется в кредитную организацию, и в этом случае уже кредитная организация списывает ваши долги. Что я могу посоветовать? Вы можете обратиться в банк после такой процедуры, когда вы знаете, что к вам пришли судебные приставы, описали ваше имущество, прекратили производство, судебные приставы вас обязательно ставят в известность об этом. Вы можете дополнительно обратиться в банк и поинтересоваться, списан ли ваш долг в этой кредитной организации. Такое возможно, и вы можете получить справку о том, что да, вы больше банку не должны. Единственное, что если произошло именно такое списание, то негатив заключается в том, что вас просто включат в черный список, и вы больше никогда нигде не получите никакого кредита. Вот такие негативные последствия. Я думаю, вам интересна эта тема, и прошу оставлять свои комментарии под этим видео. Благодарю.